Виктор Стельмах А пока можете посмотреть, как они выглядят Вот это вот Хайлюкс Пикап, большой пикап Мощный пикап Внешность у него Немножко изменилась У Тойоты Хайлюкс, конечно Поскромнее намного Оформление салона Вот тут даже такие Допотопные крутинки Регулировка кондиционера Ручная Ну это же грузовичок Это же машина для фермеров Ручная коробка передач Механическая Ручка Для того, чтобы можно было Держаться при езде по бездорожью Но вот есть Кнопочка Вот она Вот она эта кнопочка Вот Это система Блокировки То есть Это внедорожное качество Этого автомобиля Багажник Естественно Большой Кузов Да Но сразу надо сказать, что Во-первых Открывается тяжело Но это удобная такая площадочка На которой можно и посидеть Запросто Она достаточно надежная Вот Но Внутри Для практичности, конечно Не помешало бы Какой Не помешал бы какой Ух ты какая тяжелая Не помешал бы какой-нибудь Пластиковый поддон Потому что Поцарапается краска И все внутри Будет ржаветь Но это уже Сами владельцы Должны быть озабочены Такими деталями Да Вот наш драйвер Марк Он сейчас Сделает нам Показательный проезд А потом уже Мы будем кататься Мы сейчас Едем на Тойоте Хайлакс С механической Пяти Нет Шестиступенчатой Коробкой передач Это прекрасный Пикап И вот Я уже вижу Что скоро Мне придется Держаться Вот за эту Вот ручку Которая тут Предусмотрительно С двух сторон У водителя У пассажира На стойках Передних Кузова Закреплена Вот это еще Просто поле Как говорится Дали Буде Мы приехали На первый Тестовый участок Сейчас Марк Расскажет Что мы здесь Будем делать Да Мы здесь Включим Полный привод И пониженный ряд Вот здесь Это все видно Полный привод Пониженный ряд И Всего-навсего Да Для того Чтобы заехать На вот эту Вот маленькую горочку Вот это всегда Самый страшный момент Когда из-за капота Не видно Что внизу А внизу Оказывается Большая яма Но Ну вот Сейчас Хайлюкс Будет заезжать На эту горку Горка небольшая Но крутая Сейчас мы посмотрим Как это все происходит Раз Вот Всего-навсего Опа Вот и все Вот мы подъехали К следующему препятствию На знаке нарисовано 4 на 4 То есть нужно включить Полный привод Полный привод Мы включили Он включен Да Включаем пониженный ряд Да И нам надо включить Пониженный ряд Идет задержка Лоу Немножко Сейчас мы доработаем Вот Пикает Да И включаем Заднюю блокировочку И вот здесь Вот у нас задняя блокировочка И вот я сейчас покажу Как это все выглядит На экране Вот когда лампочка Перестанет мигать Это значит Включилась Мы сейчас дадим Ей немножко движения Чтобы с шестерной Все работали На самом деле Когда начнется Пробуксовка То есть тогда Она сработает Сейчас пока Она Мы это увидим Уже на самом препятствии Сейчас поедем Какой Чтобы вам было удобно Снять Какой там у нас Вот так Например Оператору уже Стошнило Не признается Делает вид Что снимает Какой у нас сейчас Будет участок Это у нас будет Яма Ямы Да Так называемое Диагональное вывешивание Диагональное вывешивание Яма Ну сейчас посмотрим А сейчас мы поедем Абсолютно спокойно Машина проходит И теперь мы сейчас Под наклоном Наклон 30 градусов Наклон 30 градусов Вот мы сейчас будем Оп Сейчас подождем Да Подождем пока Отъедет лэнд крузер Продолжаем Да Вот мы сейчас Проедем под наклоном Оп Ну вот нормально Спокойно Все проехали Кстати Можно обратить внимание Что Меню на украинском языке Вот Пошук Коренева Папка Камера заднего вида У нас Тоже здесь есть Работает А это у нас Наклонная горка Снаружи смотришь Элементарно А внутри страшно Кажется что машина Вот-вот перевернется Это у нас Следующий участок Так называемый мост Бревна Не закреплены Поэтому проехать по ним Достаточно сложно Ну вот лэнд крузер проехал Теперь мы проедем Мы включили блокировку Нет А понижающий ряд Просто полный привод И пониженный Полный привод И пониженный Да и вот поехали По этим бревнам тоже Электроника подрабатываем Да электроника подтягивает Там где надо И автомобиль Абсолютно спокойно Проезжает Такую преграду На которой Можно было бы Просто колесами Провалиться между бревен И сесть на брюхо Вот это бревнышки Они не закреплены И машина сама По ним перекатывается Ничего не нужно делать Спокойно проезжает Здесь мы подъехали К участку Так называемый Триальчик Все то что мы проехали По трассе Здесь собрано В одном месте Поэтому здесь нам понадобятся Все функции Которые мы уже с вами Наблюдали В работе У нас есть Пониженный ряд Полный привод Включен И включим заднюю блокировку Да Натриали собраны Смотрим Здесь можно выйти Все препятствия Вот как это выглядит Да Надо сказать Что сидя в кабине Это все так легко И просто А вот Когда смотришь Со стороны Мы потом заснимем Это со стороны Понимаешь Насколько Все таки Это серьезное препятствие И честно говоря Я бы на своей машине И один сюда Бы не сунулся точно Ну что поехали Поехали Очень аккуратненько Практически на холостом ходу Где надо Немножко добавляем Газку То есть довольно таки Сейчас так сложный Но Перенс автомобиля Позвали Хоть он и длинный Абсолютно спокойно Нигде ничем не цепляем Ого Вот какой подъем И вон там внизу Виднеется Land Cruiser За которым мы едем Вот мы как раз На холме остановились На вершине И сейчас тоже будем спускаться Практически на Ого Ну вот Вот и весь триал Ну вот Можно посмотреть Как это все происходит Снаружи ПОДОМА just СТРЫШ ЛИ honour СТРЫШ И СТРЫШ ЛИРИЯ 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 ГРУСТ ЛИРИЯ ПОДОМА Вон как она перекатывается туда-сюда Вот тут обычно машина не вписывается, потому что большая колесная база, это же все-таки пикап Сейчас посмотрим, впишется или нет Нет, не вписалась Чудес не бывает Вот так вот И теперь на подъем Toyota Hilux выпускает с 1968 года И это уже восьмое поколение пикапа Название Hilux образовано из английских слов «high» и «luxury» По поводу люксового пикапа, Toyota конечно преувеличивает Пластик в салоне жесткий, места сзади маловато Климат-контроль и светодиодные фары доступны только в самой дорогой комплектации И даже, несмотря на дополнительные 10 мм, которые получили пассажиры задних сидений На втором ряду, в восьмом Hilux тесновато Другое дело традиционная практичность Hilux способен перевозить пятерых пассажиров плюс 750 кг груза в кузове И буксировать прицеп массой в 3,2 тонны Причем система стабилизации прицепа есть уже в базе Хорошие внедорожные способности Hilux Уже в базе есть подключаемый полный привод, понижающая передача и даже блокировка заднего моста С таким набором даже начинающий водитель способен покорять достаточно серьезное бездорожье Новые турбированные дизельные моторы, которые предлагаются в восьмом Hilux Имеют объем 2,4 и 2,8 литра Обеспечивают хорошую тягу уже на низких оборотах И развивают мощность в 150 и 177 лошадиных сил соответственно Коробки передач 5-ступенчатые механические, а теперь еще и автоматические В общем, восьмое поколение Toyota Hilux – автомобиль на любителя Для тех, кому действительно нужен именно грузовичок с хорошими внедорожными способностями А что касается лакшери, то по цене хорошо укомплектованного Hilux Запросто можно купить большую и почти люксовую в Toyota Hilux Подписывайтесь на мой видеоблог Читайте мои тесты на автоконсалтинге И слушайте мою программу «Стель Магдас Авто» на Радио Вести И, конечно, ставьте лайки